Поговорим о стоимости продвижения. Мы узнаем, какие существуют модели закупки, как формируется стоимость размещения и рассмотрим, как это влияет на различные форматы. В геомедийной рекламе существуют две основные модели закупки – это CPM и CPA. CPM предполагает оплату за 1000 показов. Оплата списывается за показ объявления, если не менее 50% его площади находится в зоне видимости пользователя – не менее 2 секунд. Этот формат оплаты учитывается при закупке любых баннерных форматов, а также билборда и пинов по маршруту. Вторая модель закупки – это CPA. Вы платите только за старт поездки по перестроенному маршруту с заездом в ваш филиал. Именно поэтому эта модель учитывается только при расчете формата рекомендации маршрута. Как же формируется стоимость размещения? Существует базовая цена формата по прайс-листу. В зависимости от формата она может отличаться. Дополнительно при использовании таргетингов применяется повышающий коэффициент. При этом у таргетинга соцдем и таргетинга по интересам он отличается. Третий уровень – это сезонный коэффициент. Он также влияет на формирование стоимости. Существуют сезоны, в которых этот коэффициент понижает общую стоимость, не влияет на нее или, наоборот, повышает. На примере мы видим соответствие форматов и модели закупки, а также влияние сезонного коэффициента. Он может быть понижающим, повышающим или базовым. Почти всегда можно закупить геомедийную рекламу по модели фиксированной оплаты за показы, но существует один формат, который закупается за выполненное действие, перестроенные маршруты. Стоимость закупки медийной рекламы зависит от выбранных таргетингов и настроек, а также сезонного коэффициента. Используя в рамках одной рекламной кампании разные форматы, можно оптимизировать среднюю стоимость показа и получить больше охват без изменения бюджета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова